сегодняшняя тема наш эксперт семейный психотерапевт марина травкова которая написала потрясающе подробную полезную и утешающую книгу неверность почему любимые изменяют стоит ли прощать можно ли избежать многим из нас приходилось хоть раз занимать одно из мест любовного треугольника а кто-то в течение жизни успевает побывать во всех трех ипостасях в галерее смотри на звездных мужчин которые простили измены своим подругам и женам принято осуждать изменщика и жалеть жертву обманутую жену или рогатого мужа но психологи не спешат этого делать ведь мотивы измены ситуации в которых это происходит бывают разными поэтому в их лексиконе нет слова изменщик а есть лишь инициатор измены и как показывают исследования он зачастую переживает не менее высокий уровень разрушительного дистресса чем другие участники этой драмы страдает и третья сторона ведь крайне редко любовница это коварная захватчица намеренно уводящая из семьи состоятельного мужа гораздо чаще это тоже жертва попавшая в запретные отношения в поисках тепла и защиты а затем увязшая в них так и не получив того что искала обычно третьей стороной становятся люди имевшие травматичный опыт из-за которого они боятся отношений и намеренно выбирают более безопасную на их взгляд свободную любовь причин измен великое множество разные исследователи выделяют до 17 пунктов так что это далеко не только половая распущенность с одной стороны и неумение готовить и следить за собой с другой люди могут изменять друг другу со скуки от того что быт заел от отчаяния в знак протеста а также от того что чувства угасли или наоборот настолько сильны что есть опасения полностью раствориться друг в друге но чаще всего это семейная катастрофа происходит не по какой-то одной причине ведь измена это перекресток нескольких дорог поэтому невозможно предотвратить эту ситуацию или вернуть блудного супруга стоило только с помощью вкусного борща или шелкового белья чтобы не допустить утечки интимности на сторону недостаточно быть виртуозной в сексе или кулинарии очень важны взаимное уважение и налаженная коммуникация между супругами иногда люди просто перестают друг друга слышать и не могут понять настолько что им требуется переводчик например муж убежден что в семье идиллия общность интересов отличный секс полное отсутствие ссор а жена жалуется психологу на то что супруг безразличен к потребностям постоянно говорит только о себе и вдобавок плох в постели к сожалению пословица худой мир лучше доброй ссоры это только про политику но не про семью худой мир часто бомба замедленного действия недаром ирландская народная мудрость гласит если вы не ссоритесь значит не созданы друг для друга но и ссориться тоже надо уметь без агрессии криков оскорблений а конструктивно спокойно и желательно чтобы добрая ссора заканчивалась добрым миром кстати измена не обязательно предполагает физическую неверность эмоциональная измена ничуть не менее тяжела ведь это тоже один из видов утечки интимности когда супруг строит свой тайный сад с кем-то иным исключая собственного супруга и хотя секса между этими людьми может и не быть химия все равно есть и такая связь не менее разрушительно для брака при эмоциональной измене люди желая сохранить брак выбирают в качестве защиты тактику отрицания или даже нападения обвинения они говорят что у них в мыслях ничего такого не было а супруг или супруга все выдумывает из ревности от ничего не делание или от глупости они могут продолжать все отрицать даже когда были пойманы с поличным буквально на теле это очень вредная и разрушительная для отношений стратегия по сути газлайтинг психологическое насилие которое необходимо прекращать как ни странно иногда да за счет третьего человека на какое-то время появляется дополнительно эмоциональный и не только ресурс но до поры до времени однако не всегда измена все разрушает многое зависит от причины толкнувший человека на измену а также от желания супругов не только сохранить семью после произошедшего но и внести в отношения необходимые коррективы в этом случае измена может быть не концом брака а моментом переоценки и шансом на укрепление семьи для некоторых людей именно этот болезненный эпизод становится некой прививкой от будущих измен но конечно для этого придется поработать все забыть и все простить далеко не одно и то же прощение это не действие а долгий процесс а забывать значит обесценивать свои переживания предавать себя но простить можно если удается понять почему человек так поступил и что каждый из пары может сделать для того чтобы этого больше не повторилось если измена это не просто интрижка который оба супруга относятся легко а настоящая драма для обоих то эту тяжелую ситуацию можно преодолеть вместе и даже вынести из нее пользу пережив измену важно не допускать ошибок которые сделают только хуже например не следует читай также а еще смотри видео историю россиянок которые вышли замуж за французов и переехали в другую страну